В автограде полицейский расследует дело о создании и распространении вредоносных программ. К силовикам обратились предприниматели, которые лишились доступа к собственной компьютерной информации. Оказалось, виноват бывший сотрудник предприятия. Он работал в фирме с системным администратором и создал удобную программу для обработки заявок от клиентов. А когда решил уволиться, не захотел оставлять программу предприятия. В последние дни работы он, используя доступ к компьютерной информации, создал дремлющий клон, который спустя месяц стер все данные о клиентах. Полицейским парень рассказал, что посчитал программу своей собственностью. Однако по закону она принадлежит предприятию. Ведь об ином работодатели и программист не договаривались. Теперь разработчику грозит до трех лет лишения свободы. Если кто-то, будучи сотрудником какой-то фирмы, создает программу, создает какое-то новшество, но не оформляет его как свое личное, то это считается принадлежащим компании. В данном случае он не учел, что вот эти все его действия по созданию вредоносного клона, по использованию клона, по уничтожению вот этих файлов предприятия, они носят признаки уголовного преступления. Продолжение следует...